И здорова всем рыбакам, с вами Серега, мы продолжаем играть в Fish'n'Planet. У нас открыта новая локация, ну для меня достаточно давно. Втариваемся лицензией и отправляемся в Колорадо, озеро Рокки, ловить форель. Форель это такая рыбка, которая, ну дает возможность покачаться неплохо достаточно. Сложностей никаких нет, но в чате, тем не менее, достаточно часто видно, что как ловить, зачем ловить. Ну и сама локация такая, обладает своим интересом. Прибыли, да? У нас есть две точки, откуда мы можем ловить. Первая в форельной изобилии, вторая в папоротниковых зарослях. Время лова, все дела. Ну, время лова, опять же, тут на вкус и цвет, что называется. Отправляемся. Видим большую лужу. Снасти, снасти, которые нам нужны. Форельку можно ловить на вращающуюся блесну. И нужно ловить на вертушку. Четыре грамма я ловил на золотую сначала, потом прикупил вот такую за голды. Тоже стоит копейки, но дает о себе знать. Опять же, как ловим, вопрос... Так, секундочку. И закидываем куда-нибудь к камням. Можно хоть куда. Сюда, сюда, сюда. Разницы особо нету. Я как-то кидаю обычно там, либо вот к этим камням, либо еще дальше можно закинуть там метров на 30-35. Так что... Ловится достаточно просто. Опять же, ловим стоп-н-гоу ступенчатой подтяжкой. Проводим. В 5 утра. Че-то я начал. Надо бы время немножко промотнуть. Поехали. Поехали. Радужная форель. Килограмм 30 опыта. Напомню, у меня 15 уровень дают 30 опыта. То есть, качаться на ней достаточно приятно. Ловится практически на каждую блесну. Если время промотнуть немножко попозже. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. На 7 вечера, например. То, в принципе, клев тоже должен быть хорош. Так. Погнали. Еще одну ловим. И, в принципе, здесь хорошего, такого ничего нет. Никакой особенной рыбы. Трофейки попадаются иногда. Уникальную форель, ну, давно уже не ловили. Реально, давно уже не ловили. И поэтому, когда будет, когда уникальную завезут, я не знаю. Давай-ка. За радужную форель дают, в принципе, неплохо денег, неплохо опыта. Давайте посмотрим. На вертушечку поймали. Пишут награда. 16 баксов за каждую рыбку. 16, 17 опыта. 30, 32. Достаточно неплохо. На второй локации, которая здесь есть, форельное изобилие, здесь ловится уже другой сорт форели. Ну, насадка, наживки, блесенки, все те же самые. Опять же, можно ловить вот здесь вот. Вот, трофейную, трофейную я ловил, вот лично я, со своего опыта, я ловил вот отсюда, от этого камешка. Здесь ловится у нас красногорлая форель. За нее дают опыта немножко побольше, денег поменьше. Поэтому тут уже каждый сам решает, как ловить. Есть контакт, пошла. Давай-давай. Видео на этот раз будет достаточно коротким, потому что, ну, здесь вообще никакого смысла нет, что-либо показывают. То есть, форель ловится. 37 опыта, немножко побольше дают, ее побольше влезает в рюкзак. Денег дают, соответственно, за нее поменьше. Сейчас вот еще одну выцепим и посмотрим. Погнали. Лицензии. В прошлых видео я говорил, лицензии я всегда покупаю без лимита. Правда, вот косяк у меня тут случился. Почему-то я зашел и показывает, что что-то мотаю. Че у меня с блесенкой творится? Какие-то камни там. У меня случился какой-то косяк. У меня исчезла парочка лицензий. Исчезла лицензия в Нью-Йорке безлимитная моя. Исчезла. Вон, видите, господа, на что форель клюет. Форель клюет. Ну, то есть люди такие. Давайте я вытащу. А то я что-то промотнул. Все рыбные места. Еще одну ловим. Ну, также можно ловить вот здесь тоже неплохие места. То есть вот сюда вот камешком можно закидывать. Раз. Погнали. Ну, видите, на вертушку ловят, на среднюю 7 грамм ловят. Вариант масса на самом деле. На какие где ловить. Опять же, смотрите на время, смотрите на погоду. Все доходчиво объяснено. Красногорла форель. Это немножко потолще у нас оказалось, да? Да, вон Ингвар тоже говорит, что удивляется людям. Я тоже удивляюсь, но уже привыкаю. Итак, красногорлая форель. Опыта дают за нее больше, денег меньше. Все просто. Поэтому вы сами решаете, где стоять и где фармить. Такая вот элементарная локация. И можно абсолютно спокойно стоять и долбать эту рыбу, да? По поводу обвеса, по поводу обвеса ничего не поменялось. У меня стоит шнур 0.15. У меня стоит катушки. Ну, вот такая вот удочка. Джестер 210 и шнурок. Все, в принципе. То есть никаких сложностей. Катушка Lowdex 1000S. Может быть даже что-то новое можно купить, но как-то я не заморачивался. Так что все, ребята. Надеюсь, что вам понравилось. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.